очень хорошее мероприятие очень хорошая организация отлично подобранный состав лекторов все мне очень нравится я впервые в данном сколково в общем-то мне все достаточно необычно непривычно но все впечатляет будущее экзореабилитации это применение новых технологий инновационных методик это в том числе и экзоатлет использования и в практике не только во взрослой практике как мы сегодня видели это на конгрессе но в том числе и у детей потому что детская реабилитация на сегодняшний день самой частой причиной детской неврологической инвалидности является детский церебральный паралич и чем раньше мы начнем реабилитацию детей с детским церебральным параличом тем выше будет эффект и использование экзоатлета у детей младшего возраста у детей дошкольного возраста существенно увеличит шансы двигательного стереотипа ходьбы существенно улучшит походку этих детей улучшит приобретение новых новых навыков самообслуживание то есть я за этим будущее на базе один нашего отделения проходили реабилитацию дети подростки в возрасте от 12 до 18 лет с использованием экзоатлета курс состоял из 15 процедур а по времени от 10 до 60 минут дети проходили порядка полутора тысяч шагов что соответствовало примерно 800 метров и в конце курса реабилитации значительно улучшался стереотип ходьбы значительно повышалась мотивация детей на реабилитацию потому что как раз у подростков мотивация снижается и экзоатлет дает мощный стимул к развитию именно мотивации лечения в исследовании мы пользовались международными шкалами для оценки детей с детским церебральным параличом это оценка по шкале gmfss глобальных моторных навыков это классификация сфс коммуникационные навыки это оценка мануальных навыков а также от количественная оценка моторных навыков gmfm 88 и в процессе курса реабилитации значительно увеличивалась навыки детей по шкале gmfm то есть отмечался рост навыков причем значительно те навыки которые дети приобретали они не терялись они оставались у ребенка и в последующем в первую очередь ваш важен вес конструкции и если вес экзоатлета будет меньше то это будет нагрузка меньше на инструкторов на методистов и это будет легче восприниматься детям то есть они будут себя более комфортно чувствовать то есть вот на сегодняшний день это в первую очередь снижение веса конструкции ну а дальше технические характеристики над которыми работают специалисты я думаю что здесь все будет в порядке хоть хотелось бы пожелать успехов больших именно в разработке и наше отделение попало в эту программу мы очень счастливы и дети очень довольны и спасибо экзоатлету за такой прекрасный аппарат как экзоатлет бомбини который мы надеемся в скором времени увидеть наверное уже добрый вечер дорогие коллеги мне бы хотелось поделиться с вами опытом которые мы использовали у деток с детским церебральным параличом и хочу я начать с того что детский церебральный паралич это в отличие от взрослых является самой частой причиной детской неврологической инвалидности то есть это социально значимая патология почему потому что это встречаемость детского церебрального паралича от двух до четырех человек на тысячу новорожденных детей но риск развития детского церебрального паралича увеличивается с уменьшением массы тела детей при рождении то есть если мы возьмем популяцию детей с детским церебральным параличом то в этой популяции распространенность дцп будет встречаться в одном проценте случаев если же ребенок родился с массой тела менее полутора килограмм то эта цифра уже увеличивается и составляет 15 процентов в популяции детей с экстремально низкой массой тела при рождении то есть ребенок рожденный менее килограмма риск развития дцп уже будет составлять 30 процентов а по некоторых дам нам даже до 40 процентов что такое детский церебральный паралич это собирательный термин это резидуальное заболевание головного мозга непрогрессирующие при котором происходит нарушение развития моторики и поддержание позы тела ребенка заболевание приобретается на ранних этапах развития больного то есть во время беременности во время родов и на первом месяце жизни после рождения ребенка двигательные нарушения у детей часто сопровождаются с интеллектуальными нарушениями с речевыми нарушениями у каждого четвертого больного возможны судороги и у 100 процентов больных формируется вторичные ортопедические осложнения в виде контрактур и костных деформаций а также эти дети имеют ограничение самообслуживания и которые нарушают их повседневную активность прогноз реабилитации зависит от своевременного оказания медицинской помощи то есть чем раньше начата реабилитация детей тем больше эффект от проводимых мероприятий поэтому для нас так важно иметь оборудование которое бы могло помогать реабилитации детям уже начиная на первом году жизни и социальная депривация если ребенку не оказывается медицинская помощь если нет регулярных курсов реабилитации то это может приводить к еще большему усугублению состояния чем изначальный двигательный дефект который был в изначально вернее дефект головного мозга который был у ребенка и сегодня уже достаточно много говорили о нейропластичности и действительно нейропластичность лежит в основе восстановления головного мозга и вас в активации механизмов нейропластичности как раз решающая роль принадлежит именно афферентации который возникает с паратичных конечностей при их длительной целенаправленной и интенсивной тренировки целью двигательной реабилитации подростков с детским церебральным параличом является приобретение и сохранение новых двигательных навыков это профилактика развития контрактуры других вторичных ортопедических осложнений и как следствие улучшение качества жизни пациентов основной задачей медицинской реабилитации является разработка инновационных немедикаментозных и высокотехнологичных медицинских услуг что закреплено федеральном законе об основах охраны здоровья граждан а также в госпрограмме развития здравоохранения до 2025 года и аппараты для роботизированной механотерапии закреплены в стандартах оснащения отделений центров медицинской реабилитации о чем сегодня уже неоднократно говорилось это приказ минздрава 1705 о порядке организации медицинской реабилитации в том числе и в новых версиях которые планируются уже в 2020 году там тоже они есть эти робототерапия закреплена также это стандарт специализированной медицинской помощи детям при детском церебральном параличе в фазе медицинской реабилитации и в клинических рекомендациях 2017 года минздрава также имеется оборудование для робототехники и с этой целью был разработан экзоатлет экзоскелет для социальной медицинской реабилитации в том числе и для реабилитации подростков то есть в июне 2019 года на базе нашего отделения проводилась работа и впервые за вот эти последние два года восемнадцатом и девятнадцатом году начали заниматься реабилитацией дети с детским церебральным параличом какие характеристики обязательно у детей имеются инструкторы два инструктора которые осуществляют поддержку спереди и сзади то есть в отличие от взрослых которые могут самостоятельно передвигаться в этом оборудовании управляется экзоатлет с планшета для сопровождающего или со страховочных ручек и также имеется облачный сервис для хранения информации и перспективными направлениями о чем я уже говорила то есть чем раньше мы начали реабилитацию тем больше эффект от проводимого терапии до 80 процентов мы можем скомпенсировать двигательный дефект если мы начали реабилитацию с детьми младшего возраста и это вот экзоатлет миди для детей младшего школьного возраста и наша мечта наша надежда что мы все скоро увидим в действии это экзоатлет миди для детей раннего и дошкольного возраста для детей возраста от 1 года до 4 лет и ростом от 73 сантиметров до 100 сантиметров экзоатлет бомбини миди дает возможность научиться детям ходить с врожденными неврологическими заболеваниями или которые потеряли эту способность в результате травмы и этот экзоскелет подходит для пациентов возрасте от 4 до 13 лет ростом от 94 до 150 сантиметров индивидуальные параметры режимы работы формируют правильную биомеханику паттерн ходьбы такие как скорость ходьбы длина шага высота подъема бедра интенсивность нагрузки и очень важно что работая в этом оборудовании пациент использует свою индивидуальную обувь основные двигательные задачи которые могли выполнить подростки это подняться из положения сидя и сесть на поверхность различной высоты это ходьба вперед ходьба на месте и остановка во время ходьбы а также повороты и ходьба по наклонной поверхности что и сегодня было нам продемонстрировано на первом этаже этого здания как можно было ходить по пандусу и по лестнице возможностями роботизированной механотерапии в реабилитации детей с детским церебральным параличом это в первую очередь формирование правильного паттерна ходьбы за счет коррекции как раз про прецептивной импульсации которая оказывает нормализующие деятельность действие на деятельность нарушенных структур головного мозга который контролирует моторику это и динамическая вертикализация с формированием правильного физиологического положения тела с улучшением работы всех органов и систем и это мощная мотивация пациента для дальнейшей реабилитации как мы знаем у детей старше 10 лет мотивация к сожалению часто снижается на реабилитацию и аппараты экзоатлет экзоскелет у всех детей безусловно давал положительный результат и всех хотели бежали заниматься с радостью кто первый занимали очередь когда же они будут заниматься в экзоатлете на целью работы было тестирование прототипа медицинского изделия с оценкой эффективности и безопасности мы исследовали 12 подростков со спастическими формами дцп они были как односторонние так и двусторонние возрасте детей от 12 до 18 лет и принципиальным здесь было именно длина голени от пола до середины колена которая составляла 40 45 сантиметров дети оценивались функциональные возможности ребенка по международным шкалам это всем известные шкалы те кто занимаются проблемами детского церебрального паралича и с оценкой глобальных моторных функций шкала функциональной двигательной активности количественная оценка моторных навыков а также проводилась и функциональная гониометрия и все дети у нас имели относительно сохранные коммуникативные функции относительно сохранные функции рук половина детей у нас могла передвигаться самостоятельно но на короткие расстояния с дефектной походкой и часть детей могла передвигаться с помощью вспомогательных средств реабилитации мышечная сила была в степени от легкого пореза до выраженной также была спастичность коррелировала с предыдущими показателями также от легкой до выраженной оценку биомеханических параметров ходьбы оценивались программно-аппаратным измерительным комплексом про который нам сейчас рассказала елена валентиновна и было на каждого ребенка проведено 15 занятий со средним количеством шагов где-то полторы тысячи что составляло примерно 800 метров средняя длина шага была 55 сантиметров и средний темп ходьбы 85 шагов в минуту время тренировок было от 10 минут на первых занятиях с последующим увеличением длительности занятий до часа и скорость ходьбы также была 0,76 метров в секунду с последующих тренировках она повышалась за счет повышения там темпа ходьбы а также за счет отказа от вспомогательных средств реабилитации нами было проведено оценка параметров ходьбы у подростков со спастическими формами дцп и здоровых подростков нами оценивались длина шага темп и длительность локомоторного цикла после курса реабилитации отмечалось увеличение длины шага увеличение темпа и увеличение скорости уменьшался длительность локомоторного цикла уменьшалась также мы определяли временные параметры ходьбы подростков со спастическими формами дцп и соотносили их со здоровыми подростками и оценивали такие показательности показатели как длительность опорной фазы длительность фазы переноса и длительность двоопорной фазы после курса тренировок все показатели у детей с дцп приближались к показателям здоровых детей но не достигали физиологической нормы оценка биомеханических параметров вам расскажу вам на примере пациентки 14 лет с диагнозом дцп спастической диплеги с третьим уровнем по джимфи сс который было проведено оперативное лечение и установлен имплант в тарзальный синус правой ноги и оценивались динамические показатели это реакция опоры на правой и левой ноге и мы видим что здесь вот зелеными теплыми тонами показана правая нога как раз где установлен имплант а холодная тона это левая нога и мы видим что про извините что правая нога где установлен был имплант сигнал с пятки на правой ноге у пациентки очень слабый также проводилось измерение углового движения в тазобедренных коленных и голеностопных суставов пациентки на первый третий и на пятнадцатый день верхний верхняя строка это показан тазобедренный сустав зеленая линия это левая нога и про и красная линия это правая нога и видно что на первый день отсутствует слабая очень реакция опоры и к пятнадцатому дню изменение форм углов приближалась в сторону нормы также мы эти видим показатели и по коленному суставу это средний ряд и по голеностопному суставу то есть амплитуда приходила приближалась к показателям на левой ноге также проводился анализ электромиографических профилей этой пациентки и после курса реабилитации мы могли наблюдать повышение концентрации мышечной активности которая была близка к норме это тот же граф это те же показатели только с других мышц таким образом результатами биомеханического исследования было существенное снижение колебаний в углах суставов нижних конечностей при ходьбе это уменьшение длительности локомоторного цикла по правой и левой ноге и выравнивание этой длительности на правой и левой ноги а также появление концентрации мышечной активности в фазы близкие к норме на тестируемых мышцах в клиническом исследовании отмечалось снижение мышечного тонуса в ногах с увеличением амплитуды движений в суставах с увеличением опороспособности нижних конечностей и увеличение устойчивости и толерантности к нагрузкам у детей улучшался стереотип ходьбы и увеличилась функциональная независимость детей от окружающих таким образом тренинг в экзоатлете у подростков признан эффективным и безопасным так как исключается возьму возможность ошибок применения имеется персонализация установок режимов работы программа тренировок по увеличению нагрузок при ходьбе настраивалась равномерно и отмечается высокой точность циклических многократно повторяющихся движений что уменьшает выраженность осложнений связанных с малоподвижностью пациентов таких как контрактура гипотрофии и как следствие улучшается паттерн ходьбы у подростков 2 3 уровня по шкале джимфи сс спасибо за внимание